Девчонки, еще раз всем привет! Мальчишки, не обижайтесь, вам тоже большой привет с Украины! Рассмешило меня видео Самвела у его на канале «Кто не скачет, той мах скаль!» Вы уже, я надеюсь, просмотрели, понимаете, о чем я говорю. Скакал очень усердно. Ребят, не понимаю одного. Зачем человеку драконить такую большую часть его подписчиков? Все мы прекрасно знаем, что в большей степени это зрители России смотрят Самвела Адамяна и его маму распрекраснейшую. Зачем он это делает? Опять же, все по той же самой причине. Активность на канале устроит трэш, чтобы люди больше и активнее смотрели. И, естественно, больше заработать денег. Но, честно, мне было почему-то смешно. Россияне, не обижайтесь! Мы вас все любим, уважаем. Я думаю, выражаю сейчас мнение большей части населения Украины. Но это было как-то смешно, немного нелепо. Мужику 40 лет, мама, дергая ногами, лежит на диване. И Самвелка скачет. Ну, зайчик-кролик, как его куколки называют, наш зайчик. Шут он, а не зайчик. И точно голубых кровей подтвердил уже не один раз, да? Смешное, правда, видео было. Мамочка там рассказывает нам, шо Эдичка ж работае, Пэдичка и работае, и цим самым корме свою семью. И двух детей. Про третьего ребенка еще забыли? Ну, напоминаем. У нас свежо в памяти. Мы напоминаем, Татьяна Васильевна, трое детей у Пэдички у вашего. Где он работает, непонятно. Ему в чате когда-то задавали вопрос сравнительно, вот недавно. Он открыто отвечает, не стесняясь, что он зарабатывает блогерством в Ютьюбе. Нигде он не работает. Мама, видно, не в курсе. Так шо, мамо, мамо, вы там трошки успокоитесь. И с Эдиком как-то на телефоне урегулируйте этот вопрос, шо бы вы уже как-то врали одинаково. А то ж сыночек ваш одно говорит, вы говорите другое. Сам Вэл, конечно, тролль еще тот. И задает ей такие провокационные вопросы. От як бы не робив, да, не, вернее не так. Як бы на шашлыки не ездив, то робив бы больше, мабуть. Да, мама? От як бы не ездив на шашлыки, то было больше времени для работы оставалось у него. Ребят, по поводу шашлыков. Посмотрела у Эдика тоже видео его последние два. Поехали все вместе в ночь на улице темным темно. Эдик всю свою контору, весь свой табор бабский, девчаток своих собрал вперед в машину и на село. На село жарит шашлыки. Пурга, буран, как они говорят на улице, метет снег, его просто по колено. Пурга, буран, как они говорят на улице, метет снег, его просто по колено. Эдичка, ты куда? Ты куда в ночь собрался? Это небезопасно, нужно тоже заметить. Ну, почему-то сорвались среди ночи и поперли к родителям. Среди ночи жарили эти шашлыки. Этот мангал развалился на две части. Какая была в этом необходимость? Я чего-то недопоняла. Уважаемые зрители, внимательные которые, которые смотрят всю семью Адамянов, Эдичку в том числе. Давайте расскажите, поделитесь, что заставило человека собрать детей и ночью упилить в село жарить шашлыки. Не поняла я. Беседы ведут себе там с родителями, салатики кушают, парятся в банке, да. Все прекрасно. Эдичка проводит время. Про работу речь не идет, Татьяна Васильевна. Так что особо не волнуйтесь, не фантазируйте. Эдичка отдыхает ваш в селе. Ножки замочил, вышел из бани, попал в снег, провалился, зашел, все распереживались очень. И гульнаска хлопочет. И мама гульнаски тоже заботится. Быстро давай, Эдичка, раздевайся, снимай носочки, надо в горячую водичку. Не дай бог же ты заболеешь. Отчего он там заболеет? Не пойму я никак. Ребят, вы в снег не попадали ногами? Вы болели от этого? Забота проявляется, но прямо грудной ребенок, Пэдичка наш, не дай бог, ножки холодным снежком промочил. Мне было смешно. Взрослый мужик, прямо все квохчут, как курочки над ним, над маленьким цыпленком. Заботятся все, очень любят Пэдичку, да. Так, следующее. Что еще хотела обсудить с вами? Мама рассказывала, что Эдика еще ждут в очереди на работу. Записываются к нему, чтобы только он сделал у людей ремонты. И очередь расписана на три года. Мама не в курсе, что Эдик перестал работать, да. Я помню хорошо, как в Белоруссии, когда побывали мама с Самвелом. Он возил ее туда в больницу на обследование. И приехал туда же и Эдик. Встретиться с мамой, увидеться. Потому что узнали, что серьезное заболевание. Мало ли что, как сложится жизнь дальше. Все мы по земле ходим ногами. Под Богом живем. Мало ли что может произойти. И Самвел снимал видео. Сидят они на кухне. И ведут разговоры и беседы. И Эдик делится и рассказывает. Он тогда еще не был блогером. Скорее всего, человек даже не понимал, что его рассказы услышат на весь мир. Все зрители Самвел выставит. Мы это увидим, обсозем, обсудим. Надо было бы немножко как-то быть скромнее. Не рассказывать на весь мир. Всю свою подноготную, всю свою жизнь не выкладывать. Ну, а Эдик по простоте душевной своей рассказывал нам, как Гульнаска работает. А он на то время не работал. Вин там что-то был больненький. Что-то у него там проблемы со здоровьем были. Он сидел дома. И рассказывал Самвелу с мамой, какой он серьезный, строгий муж в семье. Гульнаска на работе. Я не работаю, но карточка у меня. Я должен знать, сколько денег вода получает и куда эти деньги тратятся. Нет, я не жадный. Мне ничего не жалко для своей семьи. Но каждую копеечку я учитываю ввиду строгий учет. Я должен понимать, где деньги, куда они деваются из семьи и в какую сторону направляются. Какие покупки делаются? Гульнас зарабатывает деньги. Эдик считает и ведет строгий учет. Вот такой вот работник. Ну, а сейчас и тем более. Когда у него работает на ютубе канал, приносит немаленькую прибыль, то, конечно же, все денежки в распоряжении Эдика. Эдик сейчас тоже как-то очень так воспрял духом. Начали одеваться хорошо. Кучу подарков получать и возить родителя. Ну, как-то так он стал поувереннее себя чувствовать. Девочки, что еще? Про ремонт ванной, да? Значит, мы наблюдаем, как Эдик немножечко начал освежать свою кухоньку, сделал фартук. Ремонт, когда делался в кухне, впадло было положить три там или четыре ряда плиточки. Это у него заняло буквально несколько часов. Как он объясняет, не хочу. Вот когда я не хочу, меня никто не заставит. В ванной пишут в комментариях зрители, почему нельзя было в ванной сделать сразу же ремонт. Он вот так вот и объясняет. Когда не хочу, меня никто не заставит. Вот не было желания. Все, не было желания. Вот сейчас, среди зимы, когда все члены семьи дома, вот сейчас появилось желание. Будем делать ремонт. Молодец, Эдик. Очень мудрое решение. И особо понравился выбор гульнаски нашей, тоже мудрой женщины. По обоям. Выбор, конечно. Вам, девочки, понравились обои? Пальмы, камешки, чайнички, венички, кипарисы. Что там еще? Что-то зеленое, листья эти. Кухня. Нет даже шести квадратов по площади. Маленькая очень. Она заклеит этими листьями. Ребят, подскажите, конечно, им. Но, думаю, что никогда не прислушаются. Так решила гульнаска. Мы уже видели выбор ее клеенки на стол. В апельсинах все оранжевое. Глаз режет. Точно в таком же контексте выбраны обои. Испортят кухню 100%. Обои нужно какие-то брать светленькие, однотонные, без всякого рисунка. Тем более, не такого яркого, не такого насыщенного цвета, чтобы резало глаз. Ну, здесь хозяин-барин, их квартира. Мы с вами будем только наблюдать, что из этого получится по финалу. Ну и прокомментируем. На этом, ребят, наверное, все-таки закончу я. И, как всегда, скажу свою очередную, привычную уже фразу. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Будем встречаться в следующих моих видео. Будем следить за жизнью наших любимых блогеров, как бы мы их ни обсуждали, ни критиковали. Тем не менее, они вошли в нашу жизнь. Мы уже без этого не можем обходиться, годами смотрим. Нам это нравится. Поэтому, чтобы не пропустить следующее видео, не пропустить следующую болталку и сплетни наши с вами, да, в добром ключе, без агрессии, безо всего, подписывайтесь на канал, заходите, будем встречаться, будем общаться. На сегодня всем, девочки, мальчики, доброй ночи, сладких вам снов и до завтра. Всем пока!